здравствуйте друзья военные эксперты полковник запаса роман светан отвечает сегодня на мои вопросы всем спасибо что смотрите аргумент роман григорьевич здравствуйте всегда вам рады приветствую желаю всем здоровья спасибо это взаимно начать с харьковой области сударов давайте с них начнем не будем говорить в очередной раз о цинизме россиян зачем они это делают это все переговорено с ними уже все ясно все диагнозы поставлены вам вопрос как военному эксперту какими способами можем мы защитить и можем ли защитить приграничные прифронтовые территории вот обыватели сейчас говорят о том что надо поставить потереть то по периметру границ патриоты и тогда в общем то это решит ситуацию но давайте положа руку на сердце мы же с вами прекрасно понимаем что все ли гроза харьковской области таких сел много на всех их патриотов не хватит что реально сделать чтобы такое не повторялось а если и повторялось то не в таких количествах есть несколько видов поражающих элементов если разложить их есть армейская артиллерия есть ракетное оборудование разных типов и баллистическое и крылатая есть авиация есть рсзо ну вот примерно основные все зависит от дальности нахождения от линии фронта от армейской артиллерии можно прикрыться дальностью то есть за 30 метров от линии фронта в принципе армейской артиллерии уже достать не сможет 30 километров от линии фронта почему всегда говорят о 30 километровой зоне выселения принудительного выселения так далее и тому подобное потому что это именно до дальность работы армейской артиллерии дальше рсзо то есть это что-то типа допустим от града до урагана смерча то есть до 70 километров могут работать такого рода средства поражения чем они опасны а вот чем они опасны ну не сбиваем то есть это те нурс неуправляемые реактивные снаряды их сбить просто невозможно ничем скорость большая подлетное время маленькая ничего 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 практически собьет потому дальность такого рода такого рода на такую на такую дальность и есть тоже 100 километровая зона которая говорит такой опасности артиллерийской рсзошные огня 100 километровая но уже рсзо с рсзо можно оборота бороться можно средствами которые вычисляют то точку выхода ракет ну то есть саму систему их уничтожать можно в основном с помощью беспилотников ну то есть основной удар это беспилотников и беспилотниками на по машинам которые выезжают на ракеты баллистические ракеты баллистические вот типа эскандера или с 300 которые сейчас россияне сделали из зрк ракетного комплекса баллистическую ракету здесь очень сложно дело в том что перехватить баллистическую ракету может только противобаллистический зенитно-ракетный комплекс и их у нас на данный момент всего два типа смпти и патриот причем это не панацея в смысле том что там перекрыть патриот или или смпти линию фронта но вот у нас допустим линия фронта 1200 километров еще около 600 километров в линии границы и еще тысячи километров с белоруссия а боевой радиус работы зенитно-ракетного комплекса в противобаллистическом режиме 40 километров вот представьте там на почти три тысячи километров по 40 километров сколько надо расставить пусковых установок и комплекса ну это это и такое количество есть вопросов нет но это только вдоль линии фронта а ее ж надо еще вглубь а вот допустим баллистическая ракета идет вглубь 500 километров вот еще и в глубину теперь представьте вот эту вот ленту еще умножьте на как минимум на 10 то есть это просто нереально баллистических ракет такого уровня защитить всю территорию украины нереально и под почему и в принципе основе и нереально защитить территорию россии даже просто системы по той же причине слишком большая потому такие системы которые могут отрабатывать по баллистике они в основном объектового плана ну то есть какой-то объект в глубине украины закрывается но допустим киев закрывается там еще несколько там где стоит патриот тут в радиусе 40 километров он закрывает от бога от баллистики прикрывает это блюдечко всего лишь и примерно такой же самый там а ракета аска 30 она примерно также работает в таком режиме если против баллистик то есть прикрываются основные объекты нам для того что ну это такой невыполнимые невыполнимая задача но примерно при прикрываем 40 километров радиусом какой-то город и туда свести все население и все вот тогда можно а как прикрываться по-другому невозможно так как никто не уедет а сами понимаешь это уже дело случая крылатые ракеты само собой здесь проще с крылатыми ракетами во первых их да их однозначно вычисляют на большой дальности то есть и носители понятны и кроме там подводных лодок может быть но мы следим за носителем мы следим за аэродромами и кораблями то есть мы это все видим и в принципе каждую ракету по идее чуть ли не сто процентов можно перехватить именно крылатые то есть вот из всего спектра проблем у нас реальная такая серьезная проблема это баллистические баллиста российская баллиста то есть либо с-300 либо искандеры ну или аэробаллисты это кинжалы то есть и вот от них укрыться можно только вот таким способом что я сказал то есть большим количеством зенитно-ракетных комплексов типа смт или патриот или ввести все население как раз в это блюдо либо дать возможность населению выехать из украины это тоже вариант вот он не используется он закрыт у нас закрытая зона получается но реально это тоже вариант когда дать возможность населению выехать с территории украины пока идут боевые действия но враг не только обстреливает харьковскую область он там пытается еще и наступать вот на днях российские военкоры радостно рапортовали масштабном наступлении на купинск харьковской области это направление давно считается но если не самым горячим то напряженным рискованным можно так сказать да что там сейчас происходит и насколько велики риски угрозы для нас на этом участке фронта чем ближе вести снаряды тем больше их можно привести больше можно использовать именно это этот метод россияне используют для поддержания наступательных действий как купинском направлении там же несколько десятков километров россия а валуке основной хаб почему именно купинское направление как раз за короткой короткого плеча поставки боеприпасов только из-за этого потому они выбрали это направление самое неудобное с точки зрения геологии то есть подстилающая поверхность там очень много рек и оскол и река красная жеребец северский танец пойма рек очень много озер леса такие некоторые есть и вплоть до топий а то есть довольно таки неприглядные в этом смысле для наступательных действий на направлении но у россиян за счет короткого плеча они его выбрали чтобы давить на наши войска то мы туда использовали до достаточное количество резервов которые нужны на другом участке фронта основная задача именно это то есть связать наши войска связать резервы вытащить на себя и провести какие-то операции вот они пытаются в течение полгода наверное эти операции проводить когда у нас идет допустим такая серьезная положительная динамика или мы вводим определенное количество новых сил резервов они в это время начинают какие-то наступательные действия для того чтобы на себя оттянуть внимание но это это правильно с точки зрения военной правильная тактика мы тоже также действуем растяжки фронта вот сейчас идут такие массированные атаки украинских войска в районе новопрокоповки вербового подработано то есть общее движение на такмак а уже понятная по линию фронта единственное направление которое осталось и россияне как только мы начинаем двигаться в сторону новопрокоповки там в этом районе они тут же начинают действия какие-то в районе опять же без стратегии уже практически никакой нет там главное чтобы связать связать и оттянуть на себя достаточное количество боеприпасов вот сейчас опять это атака атаки и идут одна за одной на купенс купенс кузловой они туда пытаются двигаться на макеевку были атаки луганская макеевка под сватого которая в серебрянском лесу пытались потоптаться туда двадцать пятку перебросили двадцать пятая это недосформированная армия 1015 наверное всего лишь они под собрали причем она даже наполовину не укомплектована техникой то есть в качестве такого свежего мяса туда забросили но для того чтобы как-то подсвязать проблем больших вот стратегических проблем в том направлении у нас точно не будет у нас там на две реки которые остановят в принципе не только сто тысяч но и трехсоттысячную полумиллионную российскую армию это оскол и северский донец если станет задача допустим реального серьезного наступательных операций россиян то отойдем на оскол на северский донец высокие берега правые западные берега сила кариолиса закон пера как раз делает уменьшает берег вернее стоит делает пологим восточный берег российский с российской стороны высокий западный берег удерживает любые наступающие орды с востока это кстати этим пользовались очень давно на наши еще предки то есть любая орда восточная она всегда упирается в высокий западный берег это как как в замке свое время то есть замок стоит внизу вода вору ров с водой это река и вот очень сложно его форсировать то есть вот примерно в таком режиме мы остановим россиян на реках то есть глобального стратегической проблемы там абсолютно никакой не остановит но сейчас на данный момент пока используем в режиме активной обороны используем те силы средства которые там есть для уничтожения россиян они когда идут в атаку они нарываются на нашу артиллерию кассетные боеприпасы там уже леопарды появились причем вроде как танк ну он конечно старый на леопард первый особенно вроде как как танк его используют сложно но это это пушка ну буквально снайперская пушка я бы так сказал то есть любую наступательную операцию они эти танки успокаивают в три секунды когда они напирают на нарываются на несколько танков они как как скальпелем вырезаются все все то есть по большому счету там есть чем встретить и удержать россиян еще раз повторюсь самом глобальном случае то есть стратегическая стратегической проблемы у нас там точно не будет нас там реки реки прикроемся хорошо тут успокоили давайте чуть чуть ниже по карте тогда что на бахмутском направлении у нас генштаб сообщает что ежедневно занимаются новые позиции россиян отодвигают как можно дальше вот интересно а что на сегодняшний день представляет бахмут с военной точки зрения какие перспективы нам откроет в случае изгнания окончательного россияна но дело в том что бахмут ни украинской ни российской армии в стратегическом отношении абсолютно не нужно ни одной ни другой то что туда пригожин в прошлом году топтал целый год 30 километров с попастой на бахмут но это проблема восприятия определенных боевых или военных действий гражданскими пригожин далек был от армии я от балета по большому счету ну прийти посмотреть могу но недолго и переключусь на что-то другого примерный пригожин в таком же смысле то есть люди когда не не профессионалы в этом они не понимают вообще для чего все это надо вообще для чего на движутся армии вперед назад ну есть просто моменты которых знают как вот по нотам мелодию может услышать увидев только ноты услышит музыкант но увидит только закорючки человек который далек от музыки да и вот примерно та же самая картина когда человек не военный начинает как-то влазить какие-то темы вот он влез включил медийный раскрутку эту бахмута и целый год 30 километров в год ну я не видел не помню такой армии чтобы как-то вот двигалась с такие постоянно в одну сторону с таким вот упорством но и так медленно по крайней мере у меня потому бахмут на данный момент он не не россиянам не надо и и он нам в принципе не нужен как оборонительный рубеж на данный момент когда мы забрали уже то есть заняли высоты после того как заняли высоты это оборонный рубеж у нас высоты а не город тем более от него там ничего уже не осталось по большому счету мы сейчас используем бахмут в качестве полигона для отстрела российской дичи вот там такое стадо баранов я их называю пошло заходить в загон же только бараны шмогут но понимая что это полигон понимаешь с трех сторон мы их накрываем артиллерией снайпера работают как в тире вот выходят снайперские пары пострелять называется хлопцы выходят пострелять и вот в таком мир между перерывами между костюм вышли постреляли там лопухов возвращаются обратно но километр полтора это как спуста работает то есть по большому счету вот в таком режиме идет уничтожение в саймом бахмуте россиян а южнее сейчас вот то что мы делаем а мы сейчас там несколько штурмовых групп рот которые взяли два ключа молодцы хлопцы очень хорошо отыграли и клещеевку и андреев и сейчас отбросили россиян за железную дорогу а вдоль железки самое интересное можно двигаться чуть ли не в центр бахмута ну там так расположена железная дорога шоссейка река бахмутка они втроем идут параллельно и заходят буквально центр бахмута причем на отсечении всего западного западного бахмута от стороны попасть то есть на по большому счету если будет стоять такая задача опять она может она может все зависит от замысла главкома и от количества сил средств для выполнения этой задачи если будет достаточное количество боеприпасов но вдоль железки можно заходить бахмут и дальше ну для того чтобы больше уничтожать россиян на этом заходе если такой задачи стоять не будет то будем стоять на вы на высотах и просто расстреливать их как тире дальше где-то 1 2 роты в сутки там минусуется россиян в таком режиме можно стоять там ровно столько сколько надо год стоять можно так стать никуда не двигаться там нет смысла этого делать потому что со стороны бахмута освобождать донбасс никто не будет там несколько гряд в поперек идет это только мох пригожин ни черта не понимая в военном деле перец на бахмут поперек гряд то есть он почему и шел медленно потому что там естественные ну это старые горы они друг за другом идут параллельные вот он их туда-сюда его болтала как на волнах но мы с этого делать не будем потому по бахмуту все будет зависеть от замысла главкома то есть вот какую задачу он там поставить выдавливать россиян специально там штурмовать бахмут но это точно никто не тот когда бахмут будет освобожден либо когда мы с юга зайдем в бахмут вдоль железки но опять это не будут штурмы там такие страшные это будет просто такое планомерное выдавление в россиян вдоль хорошего рубежа который туда ведет центру города либо когда россиянам надоест умирать ну то есть очередная рота понимаю что до этого рота вчерашнюю никто не выносил она там и осталась очередная рота скажет сложит оружие скажем туда не пойду вот после этого бахмут он просто туда не зайдет очередное волна мяса часто около 10 тысяч человек саму бахмут около 10 можно сказать так две-три бригады а рядом до опасной 1050 расположен это готовится такой гучком выстроились заход по под заход бахмут на уничтожение я же говорю как как стадо баранов которые на убой ведут вот примерно та же самая картина в этом районе расположены но как и тяжелые бои тяжелые как ежики которые плакали кололись в известном анекдоте да но продолжали лист на кактус так очень интересное сообщение появилось на днях от вооруженных сил украины им удалось ударить по вражескому штабу на территории россии как вы оцениваете такое событие выходит ли война на новый уровень раньше мы уничтожали штабы на оккупированных территориях теперь поражение на территории российской федерации сейчас дело в том что военные границы не замечают для армии границы как таковая не существует если армию выводят на боевые действия включается режим военного положения то армия работает армия заметит реку заметит это граница заметит какую-то высотку этом гряду высот определенную там допустим какой-то перевал заметит но границ таковых не замечает потому как только был вычислен командный пункт его сразу отминусовали на территории был оккупированная украина на территории россии на территории беларуси если бы он был больше скажу если он был на территории соединенных штатов его также отминусовали если бы это был российский командный пункт мы имеем право это делать мы можем уничтожать российскую армию российский а это является легальной военной целью все российские военизированное формирование или оккупационные власти где бы они находились даже на северном полюсе в антарктиде на южном полюсе где бы они не были даже если бы они охраняли там яйца пингвинов в антаркти и мы имеем право их уничтожать потому здесь даже никто не задумывается на над тем чтобы там уничтожать или нет была возможность была цель тут же работать но мы можем это трактовать как положительный сигнал о том что расширяются средства наши для достижения таких целей я говорю о нашем впк ведь мы не можем бить по российской федерации вооружением которое нам дают западные партнеры ну бывало подбивали насколько я так видел кое-какие видео которые россияниши показывали то есть бы было такое ничего страшного никто никто не фэ свое не выказывал опять же по той же самой причине мы согласно всех конвенций мы имеем право любым оружием которые у нас есть работать по территории россии бывает же бывает же и пересортится и потому попадается и западное оружие хотя только которые серьезные нас просят серьезно нас просят не ранее делать мы же конечно не делаем естественно это наше вооружение то есть есть те средства которые мы уже начали производить у нас широкий спектр вооружений которые мы производим на своей базе начиная от артиллерийского вооружения заканчивая ракетом то которое ну включая естественно и беспилотники надводные подводные уже и воздушные то есть мы много чего уже делаем сами проблема в количестве а то есть мы делаем пока штучный товар я не вижу но по крайней мере пока еще не видно чтобы что-то стояло на конвере по полном смысле слова чтобы был целая производственная линия и мы там сотнями в сутки могли что-то получать но из такого серьезного то есть пока это штучные штучная сборка в качестве таких не единственно не единственных экземплярах а штучных экземплярах не дальше они либо накапливаются потом волной идет ли там уже по сразу с колес производя работают но вот пока не было еще там 40 или 50 нептунов сразу не заходила на крыск а ну то есть мы этого пока еще не видели значит пока еще реальной сборки конвейерной по этим позициям пока нет но всему свое время всему свое время возможно это время уже сейчас настало в крыму раз вы о нем вспомнили я параллельно слежу за лентой новостей чтобы не пропустить ничего важного для зрителей скажу мы пишем это интервью в пятницу вечером 6 октября значит российские паблики телеграм-каналы пишут вот именно в эту минуту движение автотранспорта по крымскому мосту перекрыто в районе моста и севастопольской бухты пускают дымовые завесы на крым идет ракетная атака не сможем мы сейчас вами проверить эту информацию да понятное дело что наши зрители будут знать немножко больше чем мы сейчас знаем ракетная атака вообще возможно уже на крым со стороны украины конечно дело в том что последний месяц мы тоже заметили последний месяц началась выполняться задача завоевания превосходства воздух она начинается с уничтожения глаз ушей противника а это радиолокационные станции это система свяжения это зенитно-ракетные комплексы и вот атака главного управления разведки по зачистке и выполнение задач на вышках бойко зачистили вот систем слежения и средств радиоэлектронной борьбы хлопцы молодцы выполнили ее после движения наших групп разведывательных групп на западное побережье крыма разведка доразведка корректировка огня привела к тому что были уничтожены чуть ли не одним единственным ударом ракетами с-400 мы это видели две два из четыреста были уничтожены запасной командный пункт штаб флота подводная лодка в сухом доке большой десантный корабль сухом доки то это все этапы вот как раз завоевание превосходства воздухе и дальше движение с запада на восток то есть мы зачищаем крым от пво от зенитно-ракетных комплексов снимаем эту проблему для выполнения задач уже уничтожения военных объектов наземных стационарных военных объектов вот удары по зенитно-ракетным комплексом удары по наземным объектам они выполняются в основном с помощью беспилотников беспилотники тушат в бане выключить свет называется все зрк они подключены какой-то системе сети после ударов по энергия объекта который питает зенитно-ракетный комплекс там несколько секунд иногда минут переключения с основной сети гражданской на в автономную свою на дизеля на свою и вот эти несколько секунд используют ракеты для того чтобы зайти и уничтожить и локаторы уничтожить и пусковые установки ну а потом уничтожить то что это зенитно-ракетный комплекс прикрывает склады или там расположение техники вот сейчас скорее всего такая такого рода атака идет а это может быть и один беспилотник и 20 беспилотников и одна ракета из десяток ракет но посмотрим вернее не так не посмотрим наши зрители которые будут на смотреть они уже об этом будут ну возможно будем надеяться и скрести пальцы что наши зрители когда будут смотреть будут отмечать уже и падение крымского моста кто знает но все же ведь возможно но это так в идеале зачистка крыма она очень важно сейчас и жителям херсонской области да да и вообще там всего правобережья днепра туда посылают шахеды ежедневно херсон вот последнее время очень активно они применяют по нему артиллерию рсзо от кабы да и по области по самому областному центру с чем вы это связываете вот эту активизацию обстрела этого региона россияне у них в последнее время был переброс они выполнили переброску сил средства для усиления левого берега дошли дополнительные части артиллерийские в том числе они ждали нашего форсирования днепра и выхода на крым а потому они подтянули ближе к левому берегу достаточное количество артиллерии работать еще и по правому берегу дело том что любые наступательные действия них встречает артиллерия то есть они сейчас пытаются по правому берегу на глубину вот километров 15-20 они только артиллерии могут доставать а по херсону там чуть ли не минометами работают ну то есть дальности позволяет там семь с половиной километров 120 минут они даже могут минометом достать а то есть вот это все по левому берегу ну естественно кабами почему работают последнее время активизировали авиацию запорожскому херсон скому направлений пытаются сейчас кабами достать объекты но на глубину на глубину на которую могут их сбросить она зависит от дальности работы наших зенитно-ракетных комплексов если у нас там 30 40 50 километров за линию фронта мы берем то километров на 50 они могут подходить и сбрасывать абы они двигали еще летят километров 60 то есть где-то 10 километров за одни пор они могут залетать эти планирующие бомбы и вот они этим пользуются однозначно то есть выполняют эти задачи пытаются нащупать наши войска на правом берегу естественно попадаются по гражданским объектам они сильно не разбирают а последнее время а еще и участили участились удары именно по гражданским объектам то есть по инфраструктурным объектам пытаются подготовить херсонцев и правый берег к blackout у нас ну пытаются по крайней для того чтобы противопоставить вернее и противопоставить это можно им только либо авиацию но мы пока не можем ф-16 еще ждать до весны а зенитно-ракетные комплексы с большой дальностью они у нас на перечет но их очень мало то есть только запрашивать партнеров выводить туда допустим те же сэмпти на самцы но лучше конечно сэмпти дальность все-таки под 100 100 150 километров или патриоты но опять сколько их потому пока там патриотов не появится пока россияне будут вот безобразничать я так скажу с помощью кабов но артиллерию отгонять можно только форсировая днепр отодвигая где-то километров на 30 от левого берега вглубь то есть на восток отодвигая линию фронта варианта другого просто нет то есть пока не форсируем днепр пока не забазируемся на левом берегу вот они будут с артиллерии доставать до херсона контры батарейные борьбы можно конечно их прикрывать мы там их и накрываем но опять же если у них поставлена задача количество сил средством достаточно крыма подвозят вот пока керченский мост работает пока у них будет что вести и будут они по херсону работать надо уничтожать керченский чем быстрее называется когда вчера надо уничтожить тогда им просто нечем будет стрелять ну по по крайней мере в большом количестве ну будем надеяться что недолго ему осталось стоять сентябрьский рекорд по шахедам он грустный конечно этот для украины откуда они набрали более полутысячи они послали в небо над украиной только за один месяц это уже шахеды российской сборки или иран все таки увеличиваем поставки ну дело в том что у россиян не будет своей производства это именно вы правильно сказали сборка и производство две разные разницы а производство это если они производят ну большинство комплектующие у себя на своем на своих производственных мощностях чего-то последний заклепка а сборка да они могут собирать пришедшие из ирана из из ирана из китая дело в том что шахет это тот же китайских китайских подсолнух 200 шахет 136 подсолнух 200 это один и тот же один и тот же аппарат там взаимозаменяемые части потому собирать из основных модулей у себя они действительно могут крупно узнавая сборка а потому производственные базы скорее всего и китай используются потому что вот последнее время была иранская в основном если увеличили они могли увеличить только за счет китайского потому я думаю в китай предоставляет им эту производственную базу свою естественно дальше они уже крупно узловую сборку проводят у себя и рисуют там герань или подорожник или там шиповник как угодно они там могут нарисовать и дальше мы их уже у себя перехватываем 500 шахетов я думаю это все таки сборная на завес за все лето то есть они подсобирали определенное количество для того чтобы вот именно в сентябре октябре сначала отработать по зерновому нашему в цепочке причем начали же не работать по всей начиная от одесских портов вернее портов черноморского побережья нашего и заканчивая зерновыми терминал даже в ум они достали долго ждали пока хасиды выедут хасиды выехали тут же прилетели шахет то есть и по зерновым терминалом у них эта задача и вот скорее всего волна вот эта большая это как раз для того чтобы как-то выбить наше зерно с рынков сбыта сейчас как раз идет поток зерна и вот они пытаются это все остановить как-то самим залезть они же это же террористы такой шантаж будем бить важность зерно пока не подключите нас вот все постбанк свифту в таком режиме или не пропустите или начнутся страховать их есть определенные есть пожеланий или требований как у террористов потому это такие террористические будут ли они таком же режиме дальше вряд ли я не думаю что они смогут производить 500 шахедов в месяц ну нереально это у раза в два в три меньше может быть это так опять же они производить а собирать а производить это будут иранцы и китайцы если сейчас вопрос жестко решат вот байден собирается с сиденьки ним на поговорить о чем-то если там что-то договорятся то поток шахедов ну немножко притихнет потому что китайцы скорее все перекроет крантик россияне сами элементную базу для шахедов не произвели но был бы неплохой для нас конечно вариант чтобы вмешался си дзинпин и приостановил эту помощь ирана кита ирана россии хорошо но пока они плевались шахедами целый месяц да уже давно не было ракетных атак и владимир зеленский говорит что россия их копила в это время для того чтобы использовать в осенне-зимний период вы чем какой зиме вы рекомендовали бы готовиться украинцам ну вот хуже чем была зима точно не не будет нет не будет почему количество ракет ну вот и у них было около больше двух тысяч ракет в прошлом году полторы тысячи они больше полутора тысячам не использовали мы позбивали больше тысячи ракет у них сейчас по последним данным где-то пятьсот шестьсот ракет есть но это же еще нз это неприкосновенный запас они его еще не восстановили реально а производят они где-то около сотни ракет в месяц вот они где-то три-четыре атаки где-то сотню ракет в месяц они и отправляют то есть ракет больше точно не будет это мы сейчас хорошо сбиваем практически все кроме баллистики с баллистикой пока проблем крылатые ракеты довольно таки неплохо процент в районе 70 80 процентов то есть большой большой урона ну такого глобального урона не точно меня не нанесу по шахедам есть проблема но проблема по шахедам в основном по южным и западным регионам украины а почему потому что ни южные не западные военно-гражданские администрации толком не готовились к уничтожению шахедов южные регионы прикрывали зерновой сделка и западные большим удалением надеясь на то что пошибают шахеды в восточных и центральных регионах страны ну примерно так сейчас вопрос стал что шахеды доходят из западных регионов и естественно мы видим работу их и по югу особенно после того как зерновая сделка накрылась медным тазом потому сейчас в срочном порядке формируются десятки новых мобильных групп а именно мобильные группы самые активные в этом смысле в уничтожении идет некоторая помощь наших наших партнеров вот видели мы и слингеры австралия передает немцы rain metal skynex и свои передает то есть ну и само собой гепардов есть это это понимание этих вещей есть испании вот передала по моему 6 установок хоук хорошие кстати ракеты они дешевые им уже они прошлого тысячелетия производства то есть по остаточной стоимости не вообще ничего не стоит а их произведено там десятки тысяч штук а для хоуков то есть это старые старые зерка на место которых пришел патриот но этих зерка много ракет много и по большому счету они практически везде снимаются с боевого дежурства вот испанцы молодцы нам спасибо большое им за это не очень много нам техники такого уровня передали и вот дальше передают то есть старая испанская корона помнит все все связи которые в свое время между испании и украины а существовали то есть помогает своим как минимум участием она никуда не делается там короли еще до сих пор рот королевский существует то есть по большому счету это 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 про эту проблему пашетеда можно решить а энергосистема украины но она выстоит потому что за в течение лета по крайней мере точно государственные были направлены на то чтобы дозакупиться трансформаторами системы управления вопрос большой по участникам там по дтку по частным компаниям по этим распределителям сетям но это вот тут ничего сказать нельзя пока не знаю почему но нужно было однозначно основные генерирующие мощности особенно тесы теплоэлектростанции это балансирующие мощности для энергетики ядерной энергетики надо было забирать участников переводить под контроль укрэнерго и уже и финансировать в том числе и дополнительно какие-то моменты но посмотрим как справится дтк а если будет где-то недорабатывать надо срочно переключаться то есть забирать участников этих и включать систему для того чтобы удерживать мощность и частоту но мне кажется участники будут стараться изо всех сил потому что они прекрасно понимают что военное время чем это может для них закончится так и последнее заявление зеленского вы говорите об усилении нашей пво да кстати нужно еще вспомнить что нам же и ведутся переговоры о том что нам могут дать в аренду и патриоты на эту зиму чтобы мы перезимовали с ними тоже неплохой вариант в общем-то для защиты нашей энергосистемы цитата зеленского он говорит что ближе к зиме россия будет все чаще и чаще использовать ядерный шантаж я как гражданский прочитал между строк две вещи что это может быть ответом российской федерации на расширение нам арсенала поставляемого вооружения на западе да что мы получим что-то новое и будет продвижение на фронте но вы или уризонте меня или наоборот скажите что я прав нет наверное ядерный шантаж почему они последнее время чуть ли не по понедельникам каждый понедельник либо медведев как проститься ядерном какой-то будет дубинкера говорить ковальчук когда-то тоже эту тему вместо медведева вид видать не простался потому ковальчук эту тему поднял и путин также по поводу всяких разных буревестников рассказывать и с ядерными двигателями очередная вундервафля то есть они скорее всего из-за того что нет механизма воздействия вообще на что-либо на движение на фронте на них уже толком никто не воспринимает не подымается вопросы каких-то заморозки конфликт то есть вообще реакции на россию реакции в мире уже никакой не и как бы они там ну понятно там достаточное количество коррупционных схем по переброске денег для того чтобы что-то включать какие-то схемы но реакции реальные реакции абсолютно никакой нет и они скорее всего будут подымать ядерную тему чисто в информационный поток чтобы их вообще-то увидели ну хотя бы увидели то есть вот вот для этого еще вариант для того чтобы расторговать это это нужно китаю в этом смысле то есть он вечно он либо иран активизирует либо северную корею вот обратите внимание как только китаю что-то надо чтобы к нему прибежали что-то просить ему надо что-то свое а он включает механизм запуска ядерной дубинки в северной корее ким чен ин начинает расплеваться ракетами во все стороны китайцу к сих зимпинь убегут заинтересованные лидеры что-то решать решают и выключается этот ядерный шантаж перестает плеваться ракетами северная корея вот в таком же режиме сейчас китай будет использовать и россию в том числе а только они плеваться никуда не будут они будут просто говорить риторику подымать подымать градус напряжения чтобы какие-то моменты вот тот же байден собирается с сих зимпинем встречаться вот перед этим перед его встречей будет подыматься градус по россии для чего для чтобы китая попросили урезонте этого дурака который на севере от вас зависит от закупок энергоносителей ну вот примерно в таком режиме ну а китай естественно попросит что-то себе увеличение каких-то квот разрешение как на какое-то движение но там у китайцев экономической составляющей очень много я думаю только с этим связь потому что действия ядер по ядерной теме никто никаких проводить не сами они прекрасно понимают что этот мир ядерные вот этого ядерного противостояния очень хрупкий пока есть там девять стран у которых есть ядерное оружие они будут удерживать любого из себя на его применение потому что тогда если кто-нибудь из этих девяти стран применит ядерное оружие то на через несколько месяцев оно будет не в девяти стран а в 99 стран в мире и тогда они просто потеряют свою монополию на страны ж не простые но это вот северная корея китай россия индия пакистан израиль франция штаты и англия вот это такие серьезные страны которые для них обладание чем-то единственным в мире она много чего чего значит потому я думаю они будут удерживать этот момент друг друга удерживать от применения но не от ритории ну то есть территорикой будут пугать потому я думаю это пока все чисто поднятие градусов для решения какой-то китайской очередной китайской проблем ну и упражнение алкоголика медведева в пистолярном жанре спасибо спасибо роман григорьевич за то что нашли время и пообщались с нами роман светан военный эксперт полковник запаса отвечал сегодня на мои вопросы всем огромное спасибо за то что смотрели нас